Меня зовут Сергей, я работаю в компании Skyeng. Скажите, кто из вас использует Skype? А кто хотел бы не использовать Skype? Кажется, даже больше. Также мы захотели не использовать Skype и перейти к какому-то другому решению. И об этом будет мой рассказ. Вначале расскажу, что за компания, в которой я работаю. Мы школа английского языка, которая преимущественно проводит уроки онлайн, один на один с учителем. И наша задача — это научить людей английскому языку. Задача — это сложная. Каждый из вас наверняка сталкивался с этим, когда, допустим, учил английский сначала в школе, потом в университете и потом на работе. И хорошо, если сейчас свободно говорит. И мы пытаемся сделать так, чтобы этот процесс был более эффективным, более быстрым, более интересным. Еще в самом начале мы поняли, что для того, чтобы это произошло, очень важно собирать много разной информации, которая происходила во время урока. Все те детали, которые были при занятии. Допустим, где именно в упражнении ученик ошибся, как с ним разговаривал учитель, смотрел ли он вообще на ученика или нет. И как это можно сделать, когда занятие проходит онлайн. Для этого нужна какая-то платформа. Потому мы решили, что, собственно, платформу нужно делать. Начали ее делать в браузере. Ученик у нас запускает браузер, его запускает учитель. Они вместе видят один и тот же экран и занимаются. Вот так примерно это выглядит. Вот эта страница, где учитель выбирает, по какому материалу они будут с учеником заниматься. Это примерно так проходит. То, что видят учитель и ученик, когда начинают заниматься. И вот это тот автомобиль, который, наверное, получит ученик, когда наконец-то выучит английский язык, и ему повысит зарплату. Здесь ниже видно, что, допустим, вот эти селекты, когда они выполняют, если ученик выбирает что-то, это увидит учитель. И наоборот. Здесь то, как выглядит наша аудио-видеосвязь. Здесь они могут загрузить какую-то дополнительную информацию. Если, допустим, ученику хочется изучать английский на основе какой-то технической информации, они могут загрузить какой-то доклад на английском языке и вместе с учителем его смотреть. Учитель, конечно, будет в шоке. Для него это будет сложная информация, но он попытается сделать все, чтобы помочь ученику. Это страница, где можно выбрать грамматическую статью про какой-нибудь Present Continuous, узнать, что это такое. Их очень много, там около 200, наверное. Еще раз повторю, что для нас важно контролировать весь процесс обучения от начала до конца, собирать все возможные метрики, которые мы можем только собрать. И важно, чтобы этот процесс обучения был удобен, потому что если неудобно, учитель и ученик будут отвлекаться, будут тратить на это время, и в итоге что-то получится, но получится неэффективно, неинтересно и медленно. Один из важных компонентов в процессе обучения онлайн и на нашей платформе — это аудио-видеосвязь. То, как ученик и учитель видят друг друга, ключевой момент. В этом важно, здесь важно, чтобы связь была без каких-то обрывов, чтобы картинка не запаздывала, чтобы они друг друга слышали, чтобы когда они начинают урок, им не приходилось тратить время на то, чтобы проверить, работает ли у меня вообще микрофон. Кроме этого, важно, сколько стоит это решение, потому что стоимость в итоге либо съедает прибыль компании, либо выливается в увеличение стоимости урока. Ни то, ни другое нас не устраивает. Важно еще все это записывать, потому что записи — это те же самые метрики, которые в итоге мы анализируем. И важно, чтобы как можно больше людей пользовались этой аудио-видеосвязью, потому что тогда мы можем тем людям, которые ей пользуются, гарантировать, что во время урока действительно все прошло хорошо. А если вдруг что-то было не так, то предпринять какие-то действия и помочь. И почему же нам не подходит Skype? Skype не подходит, потому что он, в принципе, не предоставляет никакого API для разработчиков. Это сторонняя программа, которая призвана просто быть у пользователя соединяет их друг с другом. Но если мы хочем встроить ее как-то в платформу, например, это невозможно. Если нам хочется сохранить аудио-видеозаписи, это невозможно. На самом деле возможно, но очень трудоемкий процесс, и его нужно делать как-то вручную, автоматизировать сложно. По той же причине нам не подходит и Hangouts, плюс к тому это будет отдельная вкладка в браузере, и урок, который проходит с переключением вкладок, это постоянная потеря фокуса внимания, и тем самым, опять же, урок пройдет намного хуже, чем мог бы. Ну и плюс еще нужно установить плагин, если это не Chrome. Возможно, здесь что-то изменится в будущем, но пока это не очень удобно. И понимая вот все это, что нужно избавляться от скайпа, искать что-то другое, уже практически с момента основания компании начали искать какое-то решение. Первое, что попробовали, это было TalkBox. TalkBox — это очень популярное SaaS-решение для предоставления аудио-видеосвязи. Оно очень просто встраивается. Там нужно чуть-чуть написать коды на бэкэнде, чуть-чуть на фронтэнде. Если там еще какие-то нужны дополнительные фишечки, которые они предоставляют, их добавить. И, в принципе, оно работает. Там за день, за два оно где-то интегрируется, в принципе. Но нам пришлось от этого отказаться, потому что стоимость слишком большая. Это больше 100 рублей за урок. У нас, в принципе, ученик платит где-то 700-800 рублей. И 100 рублей — это слишком значительная часть от стоимости урока. Но в 2015 году произошло хорошее событие. К нам пришла компания, которую я назвать, к сожалению, не могу, но которая сказала, что они могут предоставить нам аудио-видеосвязь примерно по качеству, как токбокс, но значительно дешевле. Нам, конечно, понравилось такое предложение. Мы узнали, как это все интегрировать, посмотрели, изучили. Правда, потратили много времени, но в итоге интегрировали. Это все заработало у нас. Из минусов было то, что это решение работало только через UDP. Если клиент по какой-то причине блокирует UDP-трафик, то по TCP она не умела переключаться. Почему так было? Потому что эта компания говорила нам, что через TCP она будет работать плохо, и потому не стоит вам использовать, в принципе, TCP. Из этого ничего хорошего не выйдет. Записывать мы могли позволить себе с этим решением только аудио, не потому что оно технически не позволяло писать видео, а потому что это просто было очень дорого. И мы укладывались в 20 рублей вместе со стримингом и с записью аудио. Из прикольного там была встроенная возможность понимать, кто сколько времени говорил. Если учитель слишком долго говорит, у нас была и есть идея, то, что нужно учителю сказать о том, что ты слишком много говоришь, хватит, да, и ученику высказаться, в конце концов он платит за урок. И с таким решением в итоге у нас вышло, что 40% учеников им пользовались. Нам бы хотелось, конечно, больше, но у нас, в принципе, был план, как этот процент повысить. Ну и на тот момент было как-то так. Выглядело это примерно вот так, очень похоже на то, как это выглядят звонки в скайпе. Ученик должен или учитель позвонить своему партнеру, тот ответит и начать говорить. В 2016 году мы узнали, что крупная компания из Швеции, которая занимается мебелью, проводит тендер, хочет своих сотрудников обучать английскому языку. Но одно из важных условий у них было то, что все должно работать через браузер, что их сотрудники должны запустить браузер. Больше ничего, никакого скайпа, никакого хэнгаута, никакого мессенджера. И оно должно работать. В свою очередь они хотели примерно 300 сотрудникам дать возможность учиться английскому. На тот момент у нас в компании было где-то 3000 учеников. И это значительная часть от студентов. Кроме того, что должно было быть все через браузер, оказалось, что у них закрыты UDP-порты. И мы пробовали их уговорить о том, чтобы они их открыли. Они сказали, что это невозможно. Посмотрите на хэнгаут, посмотрите на скайп. Они умеют даже при таких условиях работать. Когда мы с теми же вопросами пришли в ту компанию, которая нам помогала с аудио-видеосвязью, они сказали, что все-таки мы не будем это делать. Это нам не нравится идея. Тут пришлось нам задуматься, что со всем этим делать. Клиента было потерять очень жалко. Вспомнили про TalkBox. Решили, что в этом случае мы можем себе позволить какую-то очень простую интеграцию TalkBox, когда не будем ничего записывать, но зато не потеряем клиента. Сделали, в общем-то, это. Внедрили TalkBox. Компания, которая нам помогала с аудио-видеосвязью, которую я все еще называть не могу, она увидела это. Возможно, это было, конечно, не связано, но через несколько дней в итоге они тоже нам сделали возможность работать через TCP. Нам это понравилось, потому что стоило это дешевле. Но минус был этого решения в том, что по TCP у них не было записей, плюс оно не переключалось автоматически. Нам нужно было для конкретных учеников указывать, работать по TCP, либо работать по UDP. Ну и что к этому моменту в итоге у нас получалось? Что мы вначале пробовали со Skype проводить наши уроки, потом пробовали интегрировать TalkBox, потом была компания, которая без названия, которая нам помогала делать это все, делать аудио-видеосвязь дешево. Смотря на то, какое решение у нас получается, мы понимали, что кажется, что-то здесь не так, кажется, может быть лучше, кажется, может быть дешевле, и, возможно, существует что-то бесплатное, что мы можем сами установить, и оно заработает. Также мы посмотрели другие компании, которые предоставляют за деньги похожие решения. В принципе, дешевых на этом рынке решений каких-то нет, к сожалению. Возможно, в будущем это изменится. Получается, мы посмотрели, какие существуют медиа-сервика, какие существуют выбор-тси-решения. И вопрос, кто знает, что такое выбор-тси. Отлично. Но я все равно кратко расскажу, тем более, если кто не знает. Расшифровывается это как Web Real-Time Communication. Это набор открытых протоколов передачи данных. Предназначено это в первую очередь для того, чтобы была возможность делать аудио-видеосвязь, делать какие-то чаты, делать конференции и передавать данные. Больше всего это актуально для браузеров сейчас, но по выбор-тси могут общаться также и мобильные клиенты. Смотря на выбор-тси, мы также заметили, что поддерживают этот стандарт многие крупные компании. Кроме перечисленных здесь, там список, на самом деле, намного больше. Сложно назвать компанию, которая не поддерживает. И на этой картинке видно, как примерно это работает. Когда у нас есть два клиента, и они хотят установить между собой соединение, чтобы передавать между друг другом голосовой трафик, они используют вот то облачко, что представляет собой сигнальный сервер, который помогает установить, где, собственно, клиенты находятся. После того, как они это поняли, они коннектятся друг с другом и могут разговаривать. Чуть хуже ситуация, когда клиенты находятся за каким-то сложным NAT, который не предоставляет публичный IP. В этом случае они могут подконнектиться к терн-серверу. Он возьмет на себя функцию такого прокси, и клиенты смогут достучаться в итоге друг для друга. На этой картинке можно увидеть, что практически все браузеры поддерживают на данный момент WebRTC. Самым обидным для нас исключением является Safari. У нас много пользователей, которые бы хотели на Safari заниматься, но у них нет такой возможности. По слухам, Apple двигается в сторону того, чтобы начать поддерживать WebRTC, но на данный момент этого все еще нет. Это исследование одной компании, которая проанализировала примерно количество устройств, которые поддерживают WebRTC и построила на основе этих данных еще и прогноз. И по этой картинке можно сказать, что их количество, во-первых, увеличивается, во-вторых, прогноз оптимистичный, количество это будет по-прежнему расти. На этой картинке, это картинка из одного блога. Блогер взял, не поленелся, посчитал за несколько лет, сколько на GitHub проектов, связанных с WebRTC, сколько вопросов на Stack Overflow, сколько профилей в LinkedIn. все это свел в такую картиночку. И по ней можно судить, что заинтересованность сообщества в WebRTC тоже растет. И смотря на все это, мы для себя решили, что мы можем использовать только WebRTC. WebRTC. Почему? Потому что он, во-первых, быстро развивается, и мы верим в то, что количество пользователей в WebRTC будет расти, и в итоге когда-то станет близко к 100%. Потом, это особенность нашей компании в том, что мы, большинство наших пользователей, просим перейти на Chrome. Наши методисты где-то на первом уроке говорят ученикам, что давайте, у нас платформа лучше всего работает под Chrome, давайте переходите. Да, это чуть-чуть неудобно, но вам заниматься тут еще полгода-год, так что будет намного лучше. В итоге у нас, наверное, процент, учеников, которые сидят на Chrome, больше 80, скорее всего, и потому это причина, по которой мы могли сказать, что WebRTC нам достаточно. И в тот момент мы начали смотреть, какие, в принципе, есть варианты для того, чтобы внедрить в WebRTC. У нас была одна безумная идея – это взять библиотечку, которая работает только в браузере, и которая соединяется с другим клиентом в браузере напрямую. А как я говорил, нам важны записи уроков. Это критичный момент. И у нас была мысль, что мы будем вот тот поток, который отправляют пользователи друг к другу, еще дополнительно транслировать на сервер, как и записывать. К счастью, мы так делать и пробовать не стали. У кого-то есть вопрос, что стоило попробовать? Вернее, кто-то считает, что стоило попробовать этот вариант? Если бы мы не нашли чего-то другого, то, наверное, попробовали бы. Но наши поиски привели к компании, которую, наконец-то, я могу называть. Эта компания называется Митика. Пишется здесь немного не так, но они советуют произносить их именно так. И делают они такой проект, как Janus в BRTC Gateway. Что это такое? Это опенсорсный проект, который выступает в роли такого прокси. Его основная задача – это просто проксировать трафик, который к нему приходит кому-то другому. Это его ядро, над которым дальше надстраиваются разные другие возможности. И что меняется, когда появляется в каком-то решении между соединением клиентов и Janus? Клиенты уже не соединяются друг с другом напрямую, а они соединяются с Janus. Клиенты вообще не знают о наличии, не знают о том, что есть кто-то другой, не Janus. Janus выступает в роли и медиасервера, и стундсервера, и сигнального сервера. Получается, они соединяются с Janus, Janus транслирует весь трафик к другому клиенту, в обратную сторону то же самое. Если, опять же, какой-то из клиентов находится за каким-то NAT, то здесь нам помогает терн-сервер. И в итоге у нас получается такой двойной прокси, сначала через терн, потом через Janus, потом к клиенту. Посмотрели мы, что на GitHub они очень активно закрывают баги, которые появляются. Посмотрели мы, что также они коммитят активно в этот проект, что нет такого, как бывает с некоторыми проектами. Вначале много-много коммитят, потом падает, и ничего не происходит. И посмотрели, что в принципе все нужные на функции есть, а тех, которые нет, можно допилить. то, что у нас будет возможность сделать режим конференции больше, чем на двух участников. На тот момент мы понимали, что когда-то у нас будут групповые уроки, и что будут занятия, где будет и 3, и 4, и 5 человек. У нас появилась бы, благодаря этому решению, возможность записывать как TCP-трафик, так и UDP-трафик. И это решение бы автоматически переключалось на TCP, если бы у клиента был заблокирован UDP. Подумали над тем, как это можно масштабировать. Масштабировать, в принципе, тоже мы понимали, как. И там в Янусе оказался встроенный плагин, который реализует эхотест из коробки. Это нам тоже понравилось, потому что мы видели, что наши пользователи тратят часто много времени на то, чтобы установить связь друг с другом во время урока. Они могли тратить до 10 минут, чтобы просто услышать друг друга наконец или увидеть. А урок всего 50 минут, и получается, значительная часть времени съедалось на такое. Минус, который был, но это сложно назвать минусом, потому что Янус не то решение, где это можно было ожидать. Это то, что не было фоллбека до флэша. Но нам, в принципе, это и не нужно было. Хорошо, если бы это было, но без этого тоже мы жить могли. Еще нам понравилось то, что это решение на тот момент уже использовали в Slack. Мы нашли это в одном из блогов по ВРТС, то, что они посмотрели, какое же решение используют Slack, а как оказалось, что это Янус. На данный момент уже на сайте Януса есть информация о том, что их используют Slack. Slack писал какую-то статью, в которой тоже об этом сказал. Ну, и я сам на всякий случай проверил. Вот эту картинку я… Это скриншот из Хрома, когда Slack устанавливает соединение, и там явно указано, что у них медиа-сервер – это Янус. Ну, и смотря на все это, мы решили, что нужно брать, нужно пробовать, нужно потестировать, как это будет вести себя в продакшене. И как мы себе представляли, как разработчики, что бы нам хотелось сделать, что бы было. Нам бы хотелось сделать какое-то решение, которое бы могло обрабатывать тысячи уроков одновременно. Чтобы обрабатывать такое количество уроков, нам бы понадобилось много серверов, десятки, сотни. И еще в идеале нам бы хотелось, чтобы это все автоматически масштабировалось, чтобы если вдруг у нас появляется много клиентов, которые хотят говорить здесь, сейчас, и автоматически происходило добавление этих серверов, а когда, наоборот, нагрузка падает, например, у нас ночью такое есть, что никто не занимается, чтобы эти сервера вообще гасились. Но на тот момент это был, во-первых, этап тестирования, во-вторых, реалии бизнеса были таковы, что у нас было всего лишь 100 уроков онлайн. Для этого строить такое решение было глупо, потому мы подумали, что, в принципе, достаточно нам одного сервера, и все можно сделать намного проще. И какая у нас получилась архитектура? Один сервер Януса, который у себя же на диске, на этом же сервере складирует те аудио-видеозаписи, которые через него проходят. Это был где-то сервер за 1010 или 15, который у нас, наверное, в таком режиме работал уже месяц или два. Да, мы запустили, оно действительно заработало. И на следующем слайде будут проблемы, с которыми мы столкнулись. И это не ошибка у нас, проблем действительно не было. Вот то решение, которое было перед этим, месяца два у нас работало в продакшене, мы смотрели, что ничего не падает, ничего не растет каким-то необычным образом. Нагрузка по CPU, она растет пропорционально количеству участников, нагрузка по трафику, сколько проходит, столько и проходит, ничего лишнего нет. Было на самом деле пара проблем в кавычках, которые на самом деле нельзя считать проблемами, потому что одна из них это была то, что мы на сервере запускали крон-команду, которая в итоге мешала Янусу даже сервера обрабатывать UDB-трафик. Пакеты терялись из-за этого у нас. Некоторые уроки обрывались в конце часа, но мы поняли, что дело в крон-команде, просто ее переделали, и она больше к такому результату не приводила. Еще у нас спустя более долгое время Янус один раз падал с секфолтом, но мы просто настроили перезапуск в таких случаях, потому что это происходит редко, и для нас сложно выяснить причину такого поведения, тем более… Да, потому что это происходит редко, и потому что решение с перезапуском нас устраивает. Так, и прошло где-то месяца два, и место на диске на сервере начало заканчиваться. Можно было добавлять количество жестких дисков, в принципе, но мы помнили о том, какое решение нам хочется видеть в будущем, и потому приняли решение, что вынесем просто эти исходники на отдельный сервер, будем их туда загружать, и одновременно нас уже просили наши методисты, что нам хочется понимать, с чего делали ученик на уроке, что вот ученик, если жалуется на преподавателя, дайте нам хоть послушать, почему он жалуется, действительно ли он прав. И заодно потому мы сделали сразу процессинг аудио. Сам Янус, он складывает аудио-видеозаписи в сыром виде. Сырой вид – это означает то, что он берет прям тот поток, который через него идет, и просто складывает это в файлики на сервере. Получается, когда пользователь присоединяется к Янусу, от него идет поток, вот он поток записывает в два файла, отдельно аудио, отдельно видео. То же самое для второго пользователя. Получается, для двух пользователей будет четыре файла лежать, и их нужно вместе склеить было. Вот это мы тоже сделали, но по-прежнему у нас все крутилось на одном сервере, и этого нам хватало. Прошел год, и мы начали упираться в то, что нагрузка на этот сервер достигла 100%. Достигала она такого показателя в пике. Случилось это, потому что школа выросла. И какие у нас были варианты решения. Мы могли вертикально отмасштабироваться, то есть добавить CPU, добавить пропускную способность сети. Пропускную способность добавить проще всего было, а вот CPU для того, чтобы добавлять, нам нужно было стопнуть этот сервер, поставить новый, перенести все данные, запустить. и на это уходит до часов четырех, возможно, больше, возможно, меньше чуть-чуть. И так можно было сделать, но мы сравнили это с решением, когда мы сделаем по-хорошему, и оказалось, что по времени оно не намного больше, но зато нам хватит не только на год. Да, решили мы, что делаем все хорошо на этот момент. И получилась у нас такая архитектура, что мы добавили второй Янус сервера. У нас во время старта урока создается комната, у нее есть номер, и в зависимости от того, четно или нечетно, мы просто кидали либо пользователя на первый сервер, либо на второй. Также мы переделали нашу обработку аудио-видеозаписи, потому что она, если делать это на том же самом сервере, она сжирала где-то до 50% CPU, и на тот момент у нас была только обработка аудио. Мы понимали, что если добавить сюда еще обработку видео, сервер просто не справится, он будет заниматься только конвертацией аудио-видео, на стриминге ничего не останется. Потому мы сразу отделились, сразу сделали возможность горизонтально масштабировать и обработку аудио-видео. В целом получилось как-то так, что после того, как проходит урок, те исходники аудио-видеозаписи вначале складываются в хранилище исходников, плюс записываются в базу. У нас получилась такая простая очередь на основе Postgre и облачного хранилища. Мы в Postgre просто записываем то, что исходники все загружены, потом сервера, которые конвертируют, они смотрят в эту очередь, берут оттуда файлы, начинают обрабатывать. После того, как обработали, они помещают их в хранилище уже обработанных аудио-видеозаписей. В продакшене у нас на данный момент два слабеньких сервера, которые, наверное, стоят тоже все еще 1015. Справляемся мы с нагрузкой где-то 300 уроков пики. Это графика по трафику с одного из серверов. Зеленым здесь входящий трафик. Фиолетово-синим исходящий. Исходящего больше, потому что мы выгружаем исходники. Ну и здесь видно, что у нас там утром и вечером уроков больше. А вот последний зеленый пик – это суббота. Там видно, что поменьше занимается. Это нагрузка на CPU. Здесь видно то, что она сейчас достаточно низкая, что нам этих двух серверов хватит еще где-то на рост. Раз, может быть, не в пять, но в четыре, скорее всего, хватит. И что она, в принципе, растет пропорционально количеству уроков, которые мы проводим. Это то, как видят друг друга учитель с учеником. Это эхотест, который в Янусе есть практически из коробки. Нам пришлось всего лишь красиво его обернуть. И оно заработало. А это аудиозаписи, которые может прослушивать ученик, когда у него закончился урок. Скоро уже здесь будут и видеозаписи. Мы их уже почти начали конвертировать, но еще не показываем. И что в итоге мы получили? В итоге у нас на данный момент решение, которое обходится нам примерно в 2 рубля в расчете за урок по сравнению с тем, что было, это экономия в разы. У нас оно работает как по TCP, так и по UDP. Если у клиента заблокирован UDP трафик, то выбор TC просто идет на терн-сервер от Twilio. Происходит автоматически, ничего они требуют от нас. Мы сохраняем также, кроме аудио и видео, вот эта стоимость, которая здесь указана, это вместе с видео. Получается, раньше у нас было 20 рублей за урок и только видео, сейчас у нас 2 рубля за урок и аудио, и видео. У нас по-прежнему осталась информация о том, кто сколько говорил, только сделали мы это немного по-другому. Пришлось сделать задачку, суть которой была в том, что мы взяли медиапоток, который создается на клиенте, подключились к нему, библиотечка open-source, и она понимает, говорит ли пользователь или не говорит, и отправляет эти данные просто на сервер. И процент внедрения у нас получился в 2 раза больше, но на самом деле это никак не связано с Янусом. Здесь причина в том, что просто мы сделали режим конференции, когда пользователи начинают урок, и у них автоматически запускается аудио-видеосвязь. Получилось, что если у пользователя не спрашивать, а хочешь ли ты использовать видеосвязь на платформе, то количество пользователей увеличивается в 2 раза. И что мы планируем сделать? Не планируем мы делать автоматическое горизонтальное масштабирование, потому что у нас школа растет предсказуемо пока в 3 раза в год на протяжении последних 4 лет, и нам проще вручную добавлять каждый год один или несколько серверов, чем автоматизировать все это. По стоимости выйдет намного дороже. Хочется нам, наконец, дать пользователям возможность видеть, как они проводили урок. Это уже вот-вот должно быть. Хочется в будущем сделать поддержку групповых уроков. Групповые уроки у нас уже начали проводиться, для них пока нет никакой аудио-видеосвязи на платформе. Они как раз там используют скайп, от которого мы убегаем, и когда-то придется нам реализовать возможность им заниматься на платформе. Хочется какой-то интерфейс для пользователя, который бы заранее говорил, что что-то у него идет не так. Например, если у него нет звука от микрофона, чтобы ему вылезла подсказка, которая сказала, что у тебя проблемы, сделай то-то, то-то, то-то. Если он не видит учителя, тоже что-то ему сказало с какими-то решениями. В худшем случае, чтобы ему тоже вылезла подсказка, что вот с тобой сейчас свяжется техподдержка. Не пугайся, это те люди, которые тебе помогут. Пока такого нет. Пока у нас ученики и учителя сами стучатся в техподдержку, они им пытаются помочь. Когда появится такой интерфейс, это будет происходить намного проще, намного быстрее. И есть такой интересный сервер с CallStats.io, который дает возможность анализировать в RTC логи. Он пытается их анализировать автоматически, говорит, какие там проблемы, скорее всего, были у участников звонка или конференции. Но, к сожалению, он очень дорогой. Он стоит просто в разы дороже, чем то решение, которое у нас сейчас есть. Мы его использовать не можем, но вот это то, чего бы нам хотелось, чтобы у нас было, и это бы помогало нашим операторам. Вот такое решение у нас в итоге получилось. Всем спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. В Skype есть еще одна функция, это чат. Как вы его реализовали? У нас есть чат на платформе. То есть какое вы используете решение, если это тупо не секрет? У нас на основе Firebase мы сделали свой чат. На основе Firebase, понятно. Спасибо. Ну, на самом деле, тут может быть много решений. Ну, может быть, какие-то возможности, кроме этого. То есть кроме WebRTC, может быть, что-то такое. Там можно прикрутить. Можно так сделать, но… Ну, я понял. Скорее всего, это будет сложнее. Firebase – это хороший ответ. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Вы упомянули Twilio в докладе, или мне показалось? А как вы его используете? Да, здравствуйте. Twilio мы используем только в качестве терн-сервера. Чтобы не устанавливать свой, мы взяли их. Пока это дешево, пока это работает. И вы упомянули стоимость за урок 2 рубля. Не очень понятно, как вы посчитали. То есть тут и Twilio складывается, и ресурсы сервера. Twilio стоит нам что-то около 100 долларов в месяц. Мы, наверное, даже не учитывали. Twilio, но он добавит совсем чуть-чуть. В целом мы взяли просто… Учили стоимость серверов, стоимость хранения. Разделили это на примерное количество уроков, и у нас получилась такая цифра. Стоимость поддержки у нас была и в том, и в том случае. Сколько именно… Во сколько именно рублей она выливается, не могу сказать. В идеале нам бы хотелось какое-то решение, которое бы мы установили, и где бы даже поддержка не нужна была, и где бы мы заплатили там даже больше 20 рублей. Не 100, но чуть больше 20. И если бы вот эти все проблемы решили, мы бы с радостью его использовали. Добрый день, спасибо за доклад. Я так понимаю, что вы совсем отказались от peer-to-peer коммуникации и работаете исключительно через центральный сервер. Да, добрый день. Действительно мы отказались от peer-to-peer, потому что так сложнее записывать. То есть только из-за этого? Других причин у вас не было, да? Да. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Вот вы говорили, что планируете групповые встречи, да? В этой связи как-то уже думали насчет того, что будет с каналом? Потому что если там 10 человек придет, какое вы качество выставите? Что будет с записью этого всего? Нужен ли как какой-то сервер другой? Там же на нем ничего больше не крутится, я правильно понимаю? Здравствуйте. Да, хороший вопрос. Если будет 10 человек, скорее всего, будут проблемы, потому что с помощью Януса можно организовать связь, когда от каждого клиента каждому идет поток данных. Но для 3-4 человек, скорее всего, это будет работать, будет все хорошо. Если нам понадобится для 10, будем смотреть, насколько Янус нам подходит, возможно, искать какое-то другое решение. А если в плане обработки аудио-видеозаписи, просто будем их точно так склеивать, и будет картинка, на которой много человек, а уж как мы ее склеим, это вопрос больше к дизайнеру. Какой-то обработчик потом уже, который транскодирует это все. Да, мы склеиваем просто с помощью ffmpeg. Но там только нужно вычислить, как именно склеивать, а дальше ffmpeg передать эти параметры, склеить вот так, так, так и все. И еще такой немного, может, наивный вопрос. Ну, то ли есть, то ли была, может быть, в истории такая платформа, типа там вебинары и так далее. Что принципиально там вас не устраивало, что вы не смотрели даже в их сторону? Понятно, что там ничего кастомить нельзя, что это все у них крутится. Я не видел вебинарных платформ, которые бы предоставляли… Обычно вебинарная платформа – это какое-то решение, где нужно там зарегистрироваться, заплатить, тебе дадут доступ, и ты можешь говорить, приглашая слушателей большое количество. Но мы не смотрели в сторону вот таких решений. Я не знаю, есть ли они опенсорсные и насколько их легко кастомизировать. За деньги кастомизировать нельзя. Ну, типа API, там, создать комнату, ну, есть. Для нас важно, чтобы это встраивалось в нашу платформу во время проведения урока, чтобы это еще была не отдельная вкладка в браузере. Вот с этим могут быть проблемы. А нет, они разрешают фрейминг ставить. Надо смотреть. К нам одна вебинарная платформа обращалась. Мы посмотрели поверхностно, какой у них API. Примерно прикинули, как это будет интегрироваться, и просто там не получалось. Микрофон. Вот еще такой вопрос. А вы как-то сами управляете размером потока, кодировщиками потока, видео, аудио, или это все внутри Януса скрыто, и вы туда не лазите? У Януса есть настройки, какой поток будет идти через него. И там она стоит. В итоге у нас разрешение получается 640, не 480. Ну и плюс в настройках Януса там установлен лимит по пропускной способности. То есть он там динамически не меняет, то есть от качества интернета. Этим занимается сам ВБРТС, но вот в Янусе, по идее, верхняя граница указана. Спасибо. Ну, наверное, больше нет вопросов. Спасибо всем еще раз. И есть еще подарок для вас, кто дослушал до конца и кто пришел. Это промокод на 4 урока при первой оплате. Действует он до конца месяца. Можете пользоваться. Можете пользоваться. Продолжение следует...